Эти дома строили сразу после войны, с 48 по 52. Проспект Молодежный входит в маршрут гостей Чемпионата мира по футболу. И финансирование ремонта фасадов осуществлялось за счет субсидий. Поскольку сроки сжатые, Владимир Панов вместе с общественниками лично проверяют работу. Недостатки есть, но в основном небольшие. У вас не так часто приходят субсидии на ремонт фасадов, правильно? То есть нам деньги выделил губернатор, соответственно, вам город их передал. Ну неужели так сложно с утра проходить и видеть, что они делают? Вам нужен глава города, чтобы мы здесь все с вами собирались и вам показывали недостатки? Ну это просто элементарное неуважение. Не к тем деньгам, которые мы с бюджетом передаем, не к самим жителям. Вот я жил бы в этом доме, вот я проходил бы и думал, господи, ну неужели вот такие вещи нужно кому-то указывать? Народный контроль позволяет выявить и учесть те замечания со стороны жителей, которые возникают в процессе реализации вот этих вот программ. Надеемся на то, что совместно и с администрацией города все недочеты будут учтены, ликвидированы. Ремонтируют фасады не только на бюджетные деньги. Владимир Панов еще в феврале поручил административно-технической инспекции составить список домов, фасады которых находятся в неудовлетворительном состоянии. Собственники этих зданий получили предписание заняться ремонтом и уже приступили к работам. Только и тут не все качественно. Меня, конечно, извините, но по-моему, это все недолго. Там, видите, пустота. Они же под основу должны делать. Здесь замечания сделаны. Тут что? Замечания уже сделаны. Они просто под основу не сделали. Это как раз тот случай, где, скорее всего, будет потом отваливаться. Видите, фасад? Конечно. Конечно. Гоните этих людей, но смотрите, что они делают. Мы им оплачиваем деньги за то, чтобы они покрасили нам бордюры, а вместо этого мы видим пролитую краску. Гарантия ремонта пять лет. Чтобы не приходилось переделывать работу уже в следующем году, наличие недочетов необходимо устранить сейчас. Без выполнения поручения мэра города фасады после ремонта не примут. Видели здание, которое в Канайском районе библиотеки, которое год назад уже делали. Оно еще выглядит достаточно свежим, но, к сожалению, уже видно, что происходит. Отслоение штукатурки и, фактически, здание снова выходит на новый ремонт. Поэтому я дал поручение, чтобы сейчас готовили уже претензии и все необходимые документы для уже требований с подрядчика, именно пятилетней гарантии по исполнению. Такого объема ремонта фасадов 209 жилых домов и 10 административных зданий еще не было. Сроки сжатые. Сейчас все замечания зафиксированы и находятся на контроле у глав районов. Их исполнение мэр города будет проверять лично. Если придется, еще раз устроят рейд. Алифтина Батурина, Владимир Гайдай. Объективно. ННТВ.